Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналы. Прошлого года в мире начали падать цены на нефть. Разные эксперты связывают его с различными причинами. Многие связывают падение цен на нефть с избытком производства и снижением спроса на него. По подсчетам экономистов, в мире ежегодно потребляется 34 миллиарда барреля нефти. Если цены снижаются только на 10 долларов, то 340 миллиарда долларов переходят от производителя к потребителям. 2014 года нефть стала дешевле за баррель на 80 долларов и цена составила 30-32 доллара. Несмотря на то, что мировые цены на нефть падают, в Кыргызстане цены на нее остаются высокими. На сегодняшний день цены на бензин колеблется от 30 до 52 сомов. Кыргызстан горячими обеспечивает в основном российская компания «Газпром Азия». На эти и другие вопросы корреспондент IWPR отвечает начальник управления регулирования конкуренции и монополии государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской республики Сатханалы Сакибаев. В настоящее время в мире цены на нефть падают в небывалых размерах. В связи с этим в ряде стран снизились цены на нефть. Но в Кыргызстане цены на горючие смазочные материалы не очень подешевели. В связи с чем это связано? Сегодня в мире действительно цены на нефть падают как никогда. Мы на 100% импортируем нефть из России. Поэтому цены на них напрямую связаны ценами на заводах России. Например, если посмотреть на ценообразование на заводе в Омске, то необработанная нефть составляет только 10% общей цены на нефть. Остальная часть цены образуется за счет производственных расходов, налогов при разработке месторождения, на добавленную стоимость акцизной и других налогов. В России 60% стоимости на горючие смазочные материалы составляют именно эти налоги. 52% цены на горючие смазочные материалы, которые поставляются в Кыргызстан, составляют цена, которую определяет сам завод. Кроме того, 20% составляет расходы на транспортировку в Кыргызстан. Расходы на местные налоги составляют 28% и рентабельность – 12%. Считается, что Россия обеспечивает Кыргызстан на 100% горюче-смазочными материалами. Некоторые эксперты отмечают, что пока не будет конкуренции в этом направлении, не будет и развития. Можно ли нам, во избежание зависимости в этом вопросе от России, покупать горячие смазочные материалы, например, из Казахстана? Можно, но мы не должны упускать из виду одну вещь. В Казахстане при экспорте горючего и дизельного топлива экспортные пошлины на тонну составляют 169 долларов США. На нефть эти пошлины составляют 60 долларов. Поэтому экспорт из Казахстана горюче-смазочных материалов для Кыргызстана будет намного обходиться дороже. По сравнению с тем, что привозим из России, вместе с тем в Казахстане в год два раза вводятся ограничения на экспорт нефтепродуктов. При введении таких ограничений мы не сможем импортировать горюче-смазочные материалы, что может привести к образованию дефицита на рынке, что, в свою очередь, спровоцирует повышение цен. Поэтому сейчас пока невыгодно покупать горюче-смазочные материалы из Казахстана. По данному вопросу мы обращались в правительство и вносили свои предложения. Недавно общественные активисты сравнили цены на бензин в Кордае, на территории Казахстана, который стоит 25 сомам за литр. Поднимали вопрос, почему же этот бензин в Кыргызстане стоит дороже. Все это обсуждало в социальных сетях. Почему все-таки самая весомая разница в цене? Здесь есть несколько факторов, влияющих на ценообразование. Например, после девальвации в Казахстане национальную валюту тенге, разница в ценах на горюче-смазочные материалы в Казахстане и в Кыргызстане резко возросла. Потому что до девальвации курс тенге составлял 33 тына, то сейчас она составляет 20 тынов. И сейчас девальвация казахского тенге продолжается. Если посчитать цены на горюче-смазочные материалы в Казахстане по курсу тенге до девальвации, по 33 тына, цены на тот же бензин будут примерно таким же, как цены на бензин у нас. После падения курса, когда мы пересчитываем сомах, нам кажется, что стало очень дешево. Но никто не принимает внимания девальвацию. Поэтому, если мы будем считать, принимая во внимание девальвацию, то получится, что это на 6-7 сомов дешевле. Кроме этого, 70% производимого на заводах Казахстана нефти уходит на внутреннее потребление. Казахстан импортирует лишь 30% из других стран. Если в структуре цены при производстве бензина сырая нефть составляет 10%, то в Казахстане одно доходит до 53%. Так как в Казахстане имеется сырая нефть, его не приводят из дне, поэтому и транспортные расходы также небольшие. По так называемой унификационной цене. Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза. Почему нельзя решить вопрос, который мы обсуждали, цены на бензин, в рамках этого объединения? Это тоже очень правильный вопрос. Кыргызстан вступил в Евразийский экономический союз. Но реализация соглашения о создании данного объединения состоит из трех этапов. Мы только вошли в первый этап. В 2016-2017 годах мы должны только разработать программы и утвердить их. На 2018-2023 годах планируется образование общего рынка и развитие его. На третьем этапе, начиная с 2024 года, мы приступим к совместному развитию общего рынка, поэтому у нас в настоящее время разрабатываются новые программы. Вносится изменение и дополнение в законы. Другими словами, мы проходим только первый этап. После этого, когда создадим общую интеграцию, можно решать и эти задачи. Некоторые эксперты говорят о том, что можно было из Казахстана завозить сырую нефть для обработки и продавать подешевле. Как вы смотрите на это? Это реально? Правильно. У нас есть два завода в Токмаке и Карабалте. Оба завода не введены полностью в действии. Для этого нужно привозить сырую нефть. Мы до этого вносили соответствующее предложение правительству о импорте нефти из России и Казахстана. Если бы эти два завода начали работать на полную мощь, то они могли бы полностью обеспечить рынок Кыргызстана. Но этот вопрос должен решаться на уровне правительства. На ваш взгляд, каким образом можно решить вопрос по действенному снижению цен на бензин? Какие меры предпринимаются со стороны вашего агентства для решения этого вопроса? Для решения данного вопроса агентство вносилось ряд предложений правительству. Среди них мы вносили предложения по импорту нефти из России через Казахстан или снижение транзитных расходов посредством переговоров. Потому что они используют цены на внутренних перевозок транзитных. Из-за таких расходов получаются такие цены. Одной из причин высоких цен на горючие материалы являются именно транзитные расходы. Например, в Казахстане этот налог в два раза дешевле, а у нас дорогой. Также можно приводить нефть и ввести действия два завода. Если все это реализовать, то народ можно обеспечить дешевым бензином. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok